Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и я снимаю это короткое видео для тебя, чтобы, во-первых, твое утреннее чайпитие было веселее, а во-вторых, чтобы ты осознал, что вообще происходит на криптовалютном рынке. Они лгут тебе о биткоине прямо сейчас. Два часа назад я обнаружил статью о том, что Морген Стэнли удвоили свои вложения в биткоин за последние три месяца. И это во времена абсолютного негатива на рынках, когда СМИ транслируют лишь панические заголовки, мол, Китай запретил, кризис Эвергрант, потолок долго достигнут, и поэтому экономика США на грани коллапса. Вот что они тебе говорят, но тем временем Морген Стэнли в апреле владел акциями биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust в количестве 28 298 штук. Сейчас же, исходя из их свежего отчета для комиссии по ценным бумагам и биржам США, они удвоили свои вложения в биткоин через Grayscale Bitcoin Trust до 58 116 штук. Таким образом, за несколько месяцев они удвоили свои вложения в биткоин в два раза на фоне всеобщей паники. И вот что я пытаюсь донести как можно большему количеству людей после стольких лет в криптовалюте. Сегодня именно тот момент, когда скорость принятия биткоина находится на максимальной своей отметке. И что мы видим сейчас? Самые большие и интеллектуальные умы планеты, важнейшие люди планеты, те, которые контролируют большие финансы, запрыгивают в криптовалюту. И я говорю не только про инвестиции в биткоин, они создают собственные токены. И поэтому сейчас, видя столько паники, которую как будто бы специально нагнетают, чтобы цены падали, у меня возникает ощущение, что для кого-то это очень-очень на руку, кому-то такое очень-очень нужно. Не люблю казаться кем-то, кто поддерживает теории заговора, но пока продолжается поток негатива, направленный на то, чтобы ты продал всю свою криптовалюту, они удваивают свои вложения в нее в два раза. Это сухой факт. Они пытаются напугать тебя, человека, чья фигура в финансовом мире практически незаметна на их фоне. Потому что если ты победишь сейчас, к чему это приведет? К потере контроля и могущества, которые у них были даже, не знаю, тысячи лет. Суть в том, что Морген Стэнли знает, что вся эта регулятивная возня закончится в пользу криптовалюты. Иначе зачем они удваивают вложения в биткоин на этом падении? Мы также знаем, кто следующий после биткоина, а не провернуть все то же самое с децентрализованными финансами. Гарри Гэнслер уже об этом говорил, а DeFi – это экосистема эфириума. Я думаю, что именно это и приведет к росту NFT-метавселенной, о чем мы уже говорили. Деньги из DeFi перетекут в NFT, но прежде чем мы поговорим об этом, хочу показать еще одну новость. Револют, крупная финансовая компания в Лондоне, запустит свой собственный криптотокен. Я думаю, это только начало нового массивного цунами интереса к криптовалютному пространству. Абсолютно каждая сфера жизни будет вовлечена в криптовалюту. Как по мне, это неизбежно. И я думаю, что это произойдет даже быстрее, чем всем кажется. Я думаю, NFT будут интегрированы в социальные медиа. Твиттер уже над этим работает. По моему мнению, следующим большим трендом во всем мире, который мы увидим в следующие 3-4 года, будет масштабный сдвиг в сторону NFT-метавселенной. Это будет крупнейшая индустрия на планете, и это мой редкий прогноз, который я не боюсь озвучить. И поэтому, несмотря на весь этот экстремальный страх, я думаю, что это дает нам большие возможности сейчас готовиться к следующим 3-4 годам. Конечно, ты вправе сам принимать финансовые решения. Я могу лишь сказать, что я постараюсь не дать им вытряхнуть меня из моих же монет. Я думаю, что в итоге, после всего этого, мы увидим массивный параболический рост криптопространства. Например, потому что будет запущен тот самый Bitcoin ETF. Инсайдер говорит о том, что в октябре мы можем увидеть первый в мире Bitcoin ETF, одобренный на территории США. Это позволит большим деньгам безопасно и удобно заходить в Bitcoin на территории этой страны. И на этом, так или иначе, в грядущем росте я снова буду фиксировать прибыли для того, чтобы во время последующего падения снова накапливать Bitcoin. Это моя стратегия. На растущих рынках я фиксирую прибыли, на падающих накапливаю монеты. Подробнее об этом я рассказывал в отдельном видео. Но кроме Bitcoin, я очень сильно заинтересовался NFT-метавселенной. Для меня NFT сейчас выглядят такой же возможностью, как Bitcoin в 2012. И я не хочу ее пропустить. Я просто не могу представить себе другие секторы в криптовалюте, которые обладают потенциалом такого же роста, как NFT-метавселенная. Поэтому на своем канале в будущем я буду все чаще об этом говорить. Я хочу сказать тебе, что если ты в криптовалюте сейчас, ты уже добился успеха. Это большой шанс для тебя. Но если ты избавишься от своих монет, то успеха как раз таки добьются Морген Стэнли, Револют и другие, которые хотят тебя из этих монет выбросить. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео, которые будут уже сегодня. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok